Спасибо большое, Пётр Владимирович. На самом деле, без нашей дружной команды этого вебинара бы не состоялось. И мы сегодня поговорим о метастатическом хердопозитивном раке молочной железы, алгоритме системной терапии первой и последующих линий. Если мы посмотрим на те исследования, о которых были проведены к настоящему моменту, то биология хердопозитивного рака молочной железы изменилась в лучшую сторону. Потому что если посмотреть на выживаемость больных различными биологическими подтипами, то выяснится, что пациенты хердопозитивным раком молочной железы на фоне антихердотаргетной терапии имеют лучший прогноз, чем пациенты даже с лиминальным раком молочной железы и трижды негативным раком молочной железы. То же самое исследование, это французское исследование, большое, которое показало, что если, вот посмотрите на рисунке, хердопозитивный рак молочной железы выделен в зеленой линии, то пациенты с хердопозитивным раком молочной железы в результате проведенной антихердотаргетной терапии, которая изменила биологию опухоли, имеют лучший прогноз даже, чем пациенты с лиминальным раком молочной железы и трижды негативным раком молочной железы. И сегодня уже прозвучало, что пациенты с метастатическим раком молочной железы, HER2-позитивным раком молочной железы, если под таким больным было проведено комплексное лечение, то после наступления рецидива обязательно нужно выполнять ребиопсию, потому что, во-первых, мы должны исключить вторую опухоль, третью опухоль, а самое главное, что дискандартность составляет 30%, и может быть изменение потери рецепторов эпидермального фактора роста второго типа. И вот на настоящий момент рекомендации по обследованию больных метастатическим раком молочной железы звучат следующим образом. Обязательно биопсии опухоли или метастатических очагов в органах и тканях во всех возможных случаях при прогрессировании после первичного лечения раннего и местно распространенного рака молочной железы с применением иммуногистохимии. То есть сейчас при возникновении рецидива отдаленных метастазов обязательно выполнение биопсии с обязательным определением иммуногистохимического статуса. Более того, новое то, что у нас появилось, это определение экспрессии белка ПДЛ иммуногистохимический при трижды негативном раке молочной железы, а также определение мутации в генеопектрисеи у пациентов гормонозависимым и хердонегативным раком молочной железы. И на сегодняшний момент в критериях общей выживаемости уже доказано, что данной лучшей опцией первой линии лечения является комбинация тростозумаба-пертозумаба с химиотерапией, а вторая опция – это непосредственно иммуноконьюгат тростозумаба-метанзин. И у нас уже есть несколько вариантов лечения, которые не зарегистрированы в территории Российской Федерации, но эти варианты лечения совершенно позволят нам еще более улучшить прогноз выживаемости наших больных. Итак, поговорим сейчас о первой линии хердопозитивного метастатического рака молочной железы. Всем хорошо известно исследование Клеопатра, в котором пациенты были рандомизированы на два рукава, одни получали стандартную комбинацию тростозумаба с пертозумабом. Сейчас никому в голову не придет лечить больных хердопозитивным раком молочной железы без таргетной терапии тростозумабом. А вот второй рукав получал комбинацию пертозумаба с тростозумабом с доцитокселом. И выяснилось, если посмотрите, в первой линии назначить двойную блокаду с химиотерапией, то частота полного ответа составит 80%, а контроль над болезнью – 95%. То есть, по сути, у каждого пациента мы можем получить контроль над болезнью. И то, что в свое время, конечно, произвело фурор, а мы наших пациентов оцениваем по критериям пятилетней выживаемости, то проведение антихердва двойной блокады в первой линии позволяет достигнуть медианной выживаемости 56,5 месяцев. Это практически 5 лет. То есть, половина пациентов, которые будут получать двойную блокаду, переживут пятилетний промежуток. Но при этом даже хочу отметить, что сам факт назначения антихердва-таргетной терапии позволяет увеличивать медиану выживаемости до 40,8%. Это достаточно колоссальные цифры. И таким образом, на настоящий момент, комбинация пертузумаба, тростузумаба с доцитокселом, безусловно, это стандарт первой линии метастатического рака. И вот дельта 15,7 – это более года жизни добавляет к стандартной антихердва-терапии. Безусловно, лучшие показатели качества и сопоставимый профиль безопасности. Но те комментарии, которые звучат даже ярче, чем само исследование, даже тот позитивный эффект добавления пертузумаба, он транслируется на 5 лет и на 8 лет. И вот пятилетняя выживаемость добавления пертузумаба комбинации теростузумаба с доцитокселом составляет 45%. И эти цифры по-прежнему остаются высокими для 8-летней выживаемости при двойной блокаде. И посмотрите, может быть, действительно хердва-позитивный рак, который, если мы будем постоянно лечить таргетной терапией, а если еще и двойная блокада – это возможность вообще излечения. И вовсе это может быть не инкурабельное заболевание. И у нас появились те пациенты, которые живут в первой линии, которые в свое время получили двойную блокаду в комбинации с доцитокселом, и у них нет признаков прогрессирования заболевания. Конечно, мы должны получить ответы на эти вопросы, но на самом деле вопрос достаточно простой. Я не стала усложнять тем, что пациенты – это были первичные пациенты. Мы не будем говорить сейчас о пациентах с отягощенным анамнезом в отношении получения антихердва-таргетной терапии. Хочу обратить ваше внимание, что все исследования по лечению антихердва-метастатического рака молочной железы в основном туда включаются действительно пациенты ДНОВА. Но вот тем не менее, давайте попробуем все-таки проголосовать. И мне вот интересно мнение аудитории, нам интересно мнение аудитории, все-таки чтобы вы назначили пациент наивный антихердва-баллокада, с учетом вот тех уже проспективных данных восьмилетней выживаемости, когда пациенты живут и без признаков болезни, все-таки чтобы мы назначили, давайте мы живем в таком идеальном мире, и у нас есть возможность назначить лечение, чтобы все-таки мы назначили в первой линии таким пациентам. Я еще раз напоминаю, чтобы проголосовать, нам достаточно выйти из полноэкранного режима, те, кто на компьютерах видит, и у вас откроется окошко. А те, кто смотрит на телефонах, это mobi.vot, и код я еще раз напомните, Олег Сергеевич, вот, 5612. Те, кто еще к нам не присоединился, я думаю, это стоит сделать, потому что впереди у нас не менее интересные клинические случаи, и мнение будет важно. Но я думаю, что на самом деле, кто хотел, тот проголосовал, и я думаю, что пертузумаб в монорежиме, это больше, наверное, ну вот, кто-то вот погорячился. Пертузумаб в монорежиме, в отличие от пертузумаба, не назначается, но тем не менее, практически большинство за первую линию, это действительно так, поскольку контрольное заболевание при назначении такого варианта лечения составляет более 95%, и это в настоящий момент действительно стандарт. А вторая линия лечения больных хердопозитивным раком молочной железы, опять-таки женское красивое название, эмилия, и здесь по отношению к стандарту на тот момент комбинации ингибитора Терезенкина с лопатенибом в комбинации с химиотерапией капицитабином назначался тростозумаб имтанзин. Это тоже, когда этот препарат появился, это был своего рода такой вот взрыв эмоций, потому что уникальный препарат, когда моноклональное антитело тростозумаб с помощью мостика, линкера соединён с цитостатиком, который в своё время, в 70-е годы, был просто забракован в связи её суперской выраженной токсичности. А при комбинации с тростозумабом оказалось, что тростозумаб отыскивает хердва-рецептор на ядре опухолевой клетки, под действием механизма антитела цитотоксичности взаимодействует, лизосома захватывает образовавшийся комплекс, и вот тогда митанзин попадает в ядерную клетку, и именно адресно происходит воздействие цитостатика при минимальной системной токсичности. Вот так вот работает тростозумаб и митанзин, хотя, по сути, это тот же самый тростозумаб, который соединён с цитостатиком. И что мы опять получили? Мы получили не только увеличение частоты объективного ответа, но и увеличение длительности объективного ответа. У нас мы получили увеличение медианной выживаемости без прогрессирования, и, безусловно, мы добавили ещё 5,8 месяцев к тем более года, месяц этой медиании жизни наших пациентов. И при этом мы смотрим всегда на хазерейшинг, на критерии, которые нам достаточно теперь понятны. Мы от 100 отнимаем 68, получается, это сколько у нас? 32, на 32% снижается риск смерти у пациентов, которые получают тростозумаб и митанзин в комбинации. И, таким образом, что мы имеем, что нам даёт сочетание эффективности тростозумаба и таргетной терапии цитостатика? Мы опять увеличиваем, даём пациенту дожить ещё дополнительно до новой, более эффективной терапии. И, причём, пациенты, которые живут, у которых не наступает прогрессирование, позволяют увеличить выживаемость без прогрессирования 50% по сравнению с группой контролей. Лучшая переносимость по сравнению с капицитабином и лопотенибом, который характеризуется, кроме того, и выраженной диареей, и ещё и кожной токсичностью. Всем прекрасно известна комбинация и действия данных препаратов. И качество жизни, безусловно, на ТДМ лучше и остаётся более высоким, чем на комбинации тростозумаба, а, извините, капицитабина с лопотенибом. Третья линия метастатического рака молочной железы, исследование Тереза, в принципе, также можем сказать, это исследование, почему мы можем... Не все же пациенты получают у нас ТДМ во второй линии, а если им назначить в третьей линии. Посмотрите, пациенты действительно были предлечены, часть из них получали комбинацию тростозумаба с лопотенибом, кстати, и пациенты, получающие химиотерапию с тростозумабом и гормонотерапией. И выяснилось, что опять-таки в третьей линии, если мы назначаем ТДМ по сравнению с терапией по выбору врача, у нас препарат работает, и мы видим увеличение показателей и выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости. И медианной выживаемости на терапии ТДМ 22,7 месяца по сравнению с 15,8 на терапии по выбору врача. Хазер-эйдж относительно риск 0,68, опять-таки на 32% снижается риск смерти. Мы видим, как красиво кривые расходятся. Но что очень важно, что посмотрите, несмотря на то, что половина пациентов при прогрессировании на терапии по выбору врача получали в ТДМ в качестве кроссовера, у них была такая возможность. И все равно мы видим, каковы разительные результаты по сравнению с пациентами, которые не получали, даже если все-таки есть и пациенты, которые не получали ТДМ, значение сохраняет, разница в медиане общей выживаемости, даже эти 3 месяца. Таким образом, если посмотреть на 4 ключевых исследования антихер-2-таргетной терапии, позвольте, я уже не буду останавливаться на ислении Тростозумаба с лопотенибом в цель сэкономить времени, но посмотрите, получается, если мы назначаем комбинацию Тростозумаба с пертозумабом с химиотерапией дополнительно, медиана 16,3 месяца, и МИЛИ Тростозумаб МТАНЗИН дает дополнительно 4 месяца, если не назначали мы Тростозумаб МТАНЗИН во второй линии, в третьей линии, опять-таки препарат работает, это полгода жизни дополнительно, это среднее значение, это только половина пациентов, большая часть переживает этот рубеж, и, соответственно, даже комбинация Тростозумаба с лопотенибом дополнительно 4,5 месяцев это пациенты, которые получили 3 и более режима, то есть это уже возможно назначение пациентов предлеченных. И опять-таки, давайте проголосуем, казалось бы, все понятно, я опять-таки не буду говорить о пациентах, которые получали в одеванте, в неодеванте, мы к этому еще коснемся, Тростозумаб и Пертузумаб, мы будем говорить о пациентах Денова, и вот что бы мы назначили во второй последующих линиях в случае прогрессирования заболевания, но не все пациенты переживают и живут на терапии Тростозумаба с Пертузумабом, но тем не менее будет прогрессирование, что же мы назначим? Ну, мне кажется, вот, пожалуйста, давайте вот проголосуем, на то у нас сейчас в руках наши телефоны, а у кого компьютеры, опять-таки, возможность, окно для голосования появится у нас автоматически, если уйти с полноэкранного режима. Мы голосуем. Я думаю, на самом деле, кто с нами, те проголосовали, но на самом деле приятно, что у нас есть возможность, но мы говорим действительно сейчас, во-первых, Тростозумаб и МТАНЗИН, он есть в КСГ, он просто должен быть в наших головах, и, безусловно, если мы говорим о лечении ХЕР2, позитивного рака молочной железы, то есть это именно те пациенты, которые сейчас, вот я недаром показывала исследования немецкой, французской группы, итальянской группы, то если сравнивается все три, четыре даже биологических по типу, то именно пациенты с антихердопозитивным раком молочной железы, Пётр Владимирович говорил, что они характеризуются крайне агрессивным течением, то вот этот вот агрессивный лавовый поток, он меняется, превращается в деревенскую, болотистую речушку, и пациенты живут долго, и к нам приходит достаточно редко в случае прогрессирования заболеваний, если мы постоянно блокируем рецептор ХЕР2. Да, у этих пациентов постоянно должен быть заблокирован рецептор ХЕР2, но меняется только комбинаторный партнер, и возможностей к нему достаточно много, сложная схема, но вот если посмотреть, её попытаться проще в отношении понятия резистентность, и есть резистентность, и чувствительность, знаете, вот как для рака яичников у нас есть платиночувствительный рецидив, есть платинорезистентный рецидив, вот мне кажется, пора для ХЕР2 позитивного рака молочной железы вести понятие резистентности к тростозумабу или нет. Так вот, на самом деле, если всё свести достаточно просто, если мы говорим о пациентах с учётом уже одеванта, не одеванта, если мы говорим о тростозумаб-чувствительном рецидиве, тогда мы проводим комбинацию на основе тростозумаба, ну, в комбинации спиртозумабом и токсаном. Если же мы видим тростозумаб-резистентный рецидив, да, с учётом критериев резистентности, тогда мы сразу должны назначать пациенту, по сути, уже тростозумаб-эмтанзин. А если же, кроме того, это уже будет резистентный пациент к ТДМ, то я уже попрошу, как бы, сейчас мы ожидаем регистрации ряда препаратов, и это и тростозумаб-диротоксикан, и комбинация тирозинкиназных ингибиторов, и достаточно много, и токотениб с тростозумабом, и так далее, и так далее, и так далее. Но посмотрите, как меняются возможности лечения больных хердопозитивным раком молочной железы. И назначая самое эффективное лечение, мы даём пациенту дожить, да ещё новой линии антихердва-терапии, которая позволяет эффективно и долго контролировать болезнь таким образом, что хердопозитивный рак молочной железы превращается в самое благоприятное заболевание. И вот опыт применения, опять-таки, возникает, мы уже, действительно, уже доказано, что для больных хердопозитивным раком молочной железы обязательно нужна блокада хердва, комбинаторный партнёр у пациентов уже предлеченных. Мы можем рассмотреть, в том числе, и рюболин. Это наши отечественные данные, в которых Центр Российский принимали участие. Это 23 лечебных федеральных учреждений, и федеральных, и муниципальных учреждений. 60 пациентов были включены с хердопозитивным раком молочной железы. Была экспрессия у половины пациентов, эстрогенов и прогестерона. Это были достаточно предлеченные пациенты. Кроме того, были висцеральные метастазы у половины пациентов. Получали, соответственно, и антрациклины, и токсаны, и капецитабины. В анамнезе, если мы говорим о химиотерапии, и у большинства пациентов были как висцеральные метастазы, так и метастазы в кости. Кроме того, и были метастазы в головном мозге. Большинство пациентов получали комбинацию рибулина с тростозумабом во второй, в третьих линиях. И опять, если мы посмотрим, то частота объективного ответа составила 18,3%. Нас больше интересует контроль над заболеванием, которое составило 73,3%. И если мы посмотрим на показатели медианы выживаемости без прогрессирования, то она составила 4,95% и практически не зависела от наличия экспрессии эстрогенов и прогестерона. Основные побочные эффекты, которые мы ожидаем и сталкиваемся, в основном это периферическая нейропатия. Мы можем спросить, как пациент застегивает пуговицы и держит ложку. Это крайняя степень выраженности. Но и могут быть, конечно, нейтропения и ликопения. Нейтропения третьей-четвертой степени достаточно редкая, 13,3% случаев. И редукция дозы поданно билос лишь 13% пациентов до 1,1 мг на метр квадратно. Таким образом, если мы говорим о комбинаторном партнёре тростозумаба, в качестве такого комбинаторного партнёра может рассматриваться и эрбулин. И буквально ещё несколько слов о трижды позитивном метастатическом раке молочной железы. Для меня, наверное, это самый непонятный подтип. И вот я потом, наверное, Анну Сергеевну спрошу, потому что вот эти описания кростолка, механизмы взаимодействия между тростозумабом и рецепторами эстрогенов, и рецепторами эпидермального фактора роста второго типа. Но тем не менее, как звучат сейчас рекомендации, что больные положительным раком молочной железы должны получать антихирдотерапию в сочетании с гормонотерапией, при первом эпизоде прогрессирования мы оставляем тростозумаб и меняем комбинаторный гормонотерапевтический партнёр. Но вот на самом деле, если же всё-таки больным гормонопозитивным, трижды позитивным раком молочной железы была назначена таргетная терапия в комбинации с химиотерапией, то, по мнению, начиная с ABC4, голосование после проведения шести курсов, предположим, с цитостатиком, мы можем перевести пациента на режим поддержки, оставляя антихирдоблокаду, на режим поддержки гормонотерапии. Так проголосовали 80% из панели голосующих. И если опять посмотреть на эту сложную схему алгоритмов лечения трижды позитивного рака молочной железы, то здесь опять-таки всё основывается на двойной блокаде в первой линии, затем мы добавляем гормонотерапию в качестве поддерживающего режима, если она не назначалась, начали назначалась химиотерапия. И может рассматриваться… Самое интересное, что при полной ремиссии оптимальная длительность поддерживающей антихирдоблокад терапии неизвестна. Это подчеркивается на всех площадках. И может рассматриваться отменная терапия после нескольких лет полной ремиссии. То же самое мы сейчас сталкиваемся с иммунотерапией, когда мы не знаем, когда же закончить эффективное лечение. Я немножко перебираю, но в счёт дискуссии я попрошу меня простить, потому что церебральные метастазы больных раком молочной железы крайне актуальны. Если вы посмотрите, то окажется для рака молочной железы церебральные метастазы – это такой же бич, как для больных мелкоклеточным раком лёгкого. Потому что при хердопозитивном раке молочной железы – это каждый второй больной, при биосеассоциированном раке молочной железы – это каждый второй больной, при трижды негативном раке молочной железы, если посмотреть и проанализировать, это действительно каждый второй больной. Но и больные с мутацией пектрисией, дефицитные по данной мутации – это тоже каждый третий больной с метастазами в головном мозге. И гормоны позитивной раки, больные раком молочной железы, тоже могут столкнуться с проблемой метастазирования головной мозг. Поэтому самое важное, что если мы говорим о хердопозитивном раке молочной железы, то метастазы в головном мозге – это не такая проблема по сравнению с больными трижды негативным раком молочной железы. Здесь очень важно выполнение облучения всего головного мозга или стереотоксической лучевой терапии по показаниям. Но если у нас есть неврологический дефицит и метастазы более трех сантиметров, конечно же, здесь обсуждается вопрос с хирургом о целесообразности выполнения хирургического лечения. А если же, опять-таки, все зависит от количества метастазов, мы теперь видим, какие чудеса творят наши радиохирурги, и возможность стереотоксической лучевой терапии, гамма-нож, сейчас количество очагов уже не предел. Тем не менее, мы помним самое главное правило. Если у нас есть метастазы и прогрессирование метастазов в головном мозге при отсутствии прогрессирования экстракраниальных очагов, то лечение остается то же самое, только проводится облучение лучевого головного мозга. Но если прогрессирование происходит как в головном мозге, так и экстракраниальных очагов, конечно же, меняется тактика лечения. И с учетом последовательности выполнения лучевой терапии доказано, уже мы анализировали это много лет назад, что продолжение антихир-2 терапии и смена комбинаторного партнера проведения лучевой терапии меняет подходы лечения. Пертазумаб, стразумаб, мидоцитокселом медиана выживаемость составляет 34,4 месяца. А раньше только при лучевой терапии больные с метастазами в головном мозге жили не более трех месяцев. Посмотрите, как важно оставлять таргетную терапию тразумабом для больных хердопозитивным раком молочной железы. И самое интересное, что сейчас уже большое внимание уделяется именно ТДМ при метастазах в головном мозге, потому что здесь мы видим увеличение медианы выживаемости до 26,8 месяцев. Это целый год пациенты получают, если им назначат терапию тразумабом и танзином. Сейчас уже есть приклинические исследования, которые показали, что действительно и на биологических моделях, на лабораторных животных доказано, что увеличивается продолжительность жизни. И вот большое исследование КАМИЛа, это показано, за исключением сведения, пациентов более чем 2000. Из них 400 пациентов были с метастазами в головном мозге. И вот с церебральными метастазами, кто непосредственно получал и подлежали анализу, это 126 пациентов. Объективный ответ составил 21,4%. Контроль над болезнью в половине случаев. И вот смотрите, анализируют регресс, причем это регресс не только метастаза в головном мозге, но и всех экстракраниальных очагов. И что самое важное, что ответ наблюдался как у пациентов, которые получали лучевую терапию до начала терапии ТДМ, так и у пациентов, которые не получали лучевую терапию до проведения терапии ТДМ. Поэтому для нас мы должны понимать, что если нет клинических значимых изменений метастаза в головном мозге, то мы можем отложить лучевую терапию после проведения терапии ТДМ. Таким образом, вот так выглядит у нас алгоритм лечения хердопозитивного рака молочной железы. Пора уже ввести термин тростозумаб, чувствительный тростозумаб, резистентный рецидив, потому что возможности лечения антихердопозитивной терапии расширяются. Но мы должны помнить, что сейчас наряду со стандартным определением рецепторов эстрогенов, прогестерона и хердва мы должны обязательно определять на входе в заболевания и ПДЛ-экспрессии, мутации пиктресией, которая постоянно, кстати, она не меняется, и мутации в гене герминальной берсии. И при этом важно помнить, что мы лечим не рак, а больного со злокачественной опухолью, основываясь на пациентцентрированном, проблемно ориентированном, максимально индивидуализированном подходе с учетом всей доказательной базы о биологии опухоли и реакции на системное лечение. Благодарю за внимание.